Нагорного Карабаха В определенную геополитическую реальность И поскольку армяно-азербайджанский конфликт на сегодня практически не имеет мирного решения Потому что обе стороны настаивают на том, что мирное решение должно включать передачу им Нагорного Карабаха Ну то есть здесь исключается пространство для компромисса Азербайджан пытается использовать открывшееся перед ним окно возможностей Для военного решения проблемы Потому что раньше, до тех пор, пока Россия не была связана на Украине Если ему разрешат военное решение Ну пока что я говорю, что пока что он пытается это окно возможностей использовать Потому что оно перед ним реально открылось Россия связана на Украине И не может позволить себе крупную войну на Кавказе Тем более с учетом того, что Турция является на сегодня ее геополитическим партнером Не союзником, но партнером И опять-таки заинтересованность Турции в этом регионе тоже присутствует Соответственно, Азербайджан может себе позволить то, что не мог позволить раньше Значит, он может позволить себе игнорировать мирные предложения То есть заморозку конфликта И давайте будем вести переговоры до тех пор, пока не договоримся Значит, вот сейчас они пытаются До тех пор это окно возможностей будет открыто максимум еще год-два Потом оно закроется Может быть, закроется и раньше Значит, поэтому сейчас Азербайджан пытается использовать это для того, чтобы Военным путем передвинуть границу Так, как ему хочется Или как можно дальше в тот район, в котором он считает Она будет соответствовать его национальным интересам Значит, и после этого уже зафиксировать очередную заморозку конфликта Но уже на более выгодных для себя условиях Ну, Баку пошел же на переговоры И вдруг диверсия Какой тело у Баку? Сорвать переговоры со Степанагертом? Баку пытается сейчас путем переговоров с одной стороны и давления А с другой стороны, значит, опять-таки, выиграть как можно больше территориальных и политических уступов Как только переговоры начинают стополиться По принципу Вот сейчас зафиксируем ту линию, которая есть Разграничение Она и будет на перспективу, возможно, даже линии границы Сразу же начинаются провокации Которые выводят ситуацию на грань военного конфликта Поскольку Армении, ну, крайне тяжело, скажем так Будет противостоять Азербайджану в одиночестве В текущем военном конфликте, если он опять начнется Значит, Пашинян идет на уступки очередные Начинаются очередные переговоры Значит, но эти уступки надо реализовать А реализовать их с учетом общей позиции армянского общества Опять-таки, Пашиняну сложно Значит, дальше все упирается в то, что заявление об уступках сделано Реализовать их невозможно Значит, опять начинается военное давление Для того, чтобы в очередной раз подтвердить эти уступки Или выбить новые уступки О каких уступках речь? Уточните, пожалуйста Вы же знаете, что, во-первых, у Азербайджана есть... Например, извините, Росислав, например, в Нагорном Карабахе Парух уступал не Пашинян Не понял А российские миротворцы? Я имею в виду, что, во-первых, у Азербайджана есть желание получить экстерриториальный коридор в Нахичеване И вы знаете, что там есть проблемы, в том числе и как он пройдет И в том числе есть территориальные претензии Азербайджана в южной части границы армянского Я имею в виду территории, которые сейчас находятся под контролем Азербайджана Мы же понимаем, что конфликт имеет более широкую часть, чем только конкретно Нагорный Карабах То есть его разрешение тоже Что касается Нагорного Карабаха Там вторая армяно-азербайджанская война за Нагорный Карабах проиграна Ну, скажем так, она проиграна формально Нагорным Карабахом, а неформально проиграна Армении Зафиксировано определенный статус-кво, туда введены российские миротворцы Азербайджан пытается этот конфликт интернационализировать Значит, во-первых, он настаивает на том, чтобы получить свой контроль дополнительно над этим коридором в Лачин Поскольку он утверждает, что там перевозится оружие, запрещенные вещества и так далее Но это, понятно, стандартное обвинение, когда необходимо туда вмешаться И дальше он хочет уменьшить роль России в этой ситуации Он хочет получить международных миротворцев и размыть ситуацию контроля над зоной конфликта Потому что сейчас есть позиции Вот стоят российские миротворцы, вот стоят азербайджанские войска Вот находится территория под контролем Армении, под контролем Нагорного Карабаха